Алексею Костусеву не хватает смелости выполнить решение суда и принести извинения одесситам за обвинения в фашизме. Мэр упорствует в своей неправоте и пытается добиться отмены предыдущего судебного вердикта. Интересы горожан по-прежнему отстаивает партия «Удар» Виталия Кличко. Два процесса Алексей Костусев уже проиграл и теперь надеется взять реванш в третьем. Вместе с ним извиняться должны 88 депутатов городского совета, которые утвердили известное скандальное решение на сессии 21 декабря, когда участников митинга протеста обозвали фашистами. Иск мэра рассматривает административный апелляционный суд. Ни сам Костусев, ни депутаты на заседания не ходят. Обычно власть представляют сотрудники городского юридического управления. Вместо того, чтобы заниматься своим непосредственным делом, юристы тратят рабочее время на удовлетворение каприза Костусева и его партийных друзей по горсовету. Но на очередное заседание адвокаты власти не пришли. Оказалось, что постоянный представитель мэра уехал на какой-то сверхважный суд в Киеве, а все остальные юристы горсовета завалены работой. Коллегия судей перенесла рассмотрение дела на 26 ноября. Костусев, несмотря на то, что он на больничном, он же не прикован к постели. Он тоже мог прийти и быть ответственным. Вместо того, чтобы показать свою способность исправлять ошибки и повиниться перед одесситами, Алексей Костусев продолжает судебные тяжбы. Видимо, он надеется, что суд высшей инстанции признает слово «фашист» комплиментом. Вряд ли. Фашизм во всем мире считается преступлением. И за обвинение в нем надо отвечать. Александр Виноградов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова